Прогоны здесь идут с самого утра. Движения танцоры оттачивают даже до выхода на сцену. А кто-то уже выступил и всю энергию оставил на площадке. В танцевальном чемпионате Волга-Чемп в этот раз принимают участие более 1600 человек из 36 городов. Санкт-Петербурга, Самары, Нижнего Новгорода и других населенных пунктов. Эмоции переполняют классно, потому что организация, кажется, очень такой, не знаю, ну в общем крутая атмосфера чувствуется. Я уже сбила со счета, просто насколько на соревнованиях ездим. Наверное, это третье Волга-Чемп. Вот сегодня они заняли второе место в номинации юниоры. Профессиональное жюри оценивает сольные выступления и групповые танцы юных артистов, юниоров и взрослых. Пожалуй, за номинации шоу-про или профессионалов наблюдать интереснее всего. Как появилась идея создать вот этот чемпионат? Он с 2014 года, да? То есть как родилось? Мы были на том моменте, когда у нас в городе и вообще в федеральном округе нашем не было ни одной похожей платформы. И мы подумали, почему бы нам ее не сделать. И так это все началось. Мы просто хотели развить наш регион и в целом нашу страну. Как отмечают организаторы и члены жюри, уровень подготовки участников чемпионата растет с каждым годом. Однако не все танцоры довольны своими выступлениями. Нельзя быть довольны себе 100%, но мы ждем результат. Надеюсь, что все получилось. Такие мосты переполняют. Очень круто. Рады, что смогли приехать. Волга-чемп – это не просто конкурс, а площадка для знакомства, объединения и профессионального роста участников. Чем удивят танцора еще, узнаем в мае 2020-го. Тогда состоится следующий чемпионат. Дарья Кульбакина и Владимир Гайдаев. Время новостей.